В детстве многих из нас пугали тюремным заключением. Замучившись унимать капризного ребенка, матери часто грозят малышу дяди полицейским, который отведет его в тюрьму. Попасть за решетку не хотел бы никто. Наказание, однако наказанию рознь. Большинство преступников вновь выходит на свободу довольно быстро. Лишь самые отъявленные отбросы общества сидят в тюрьме по 20-30 лет. А вот четвероногий герой нашего ролика провел большую часть своей жизни за решеткой исключительно благодаря человеческой прихоти. В прошлом году тайским защитникам животных пришла анонимка. Неизвестный благожелатель направил волонтеров в один из районов Бангкока, где, по его словам, томился в неволе несчастный зверь. Прибыв на место, спасатели ахнули. На них из-за грязной решетки глядел в изнеможении взрослый осамский макак. Как выяснилось позднее, бедолага носил имя Джо. К людям он попал в 1988 году, когда мать обезьяны застрелили браконьеры. До 1991 года примата держали в качестве домашнего питомца, но потом он подрос и перестал быть милым. Именно тогда несчастного макака запихнули в эту вонючую клетку. Целых 25 лет Джо провел, цепляясь за решетку лапами и глазея наружу. Дети развлекались, швыряя в его клетку мусор, а по ночам тут шастали крысы. Спасателям пришлось идти на поклон к хозяину обезьяны, так как местные законы им тут были непомощниками. К счастью, людям удалось выкупить примата у жестокого владельца. Когда волонтеры вытаскивали Джо из клетки, то поразились слабости взрослого макака. Он почти не двигался, привыкнув за десятки лет сидеть, сжавшись в комок. Основатель общества защиты животных Таиланда говорил, что за все 17 лет своей работы в этой области не видел более жуткого случая. Четверть века несчастная обезьяна провела за решеткой в грязной, вонючей клетке. Попав к спасателям, зверь начал потихоньку восстанавливаться. Он обожал плескаться в ванной, ел с отменным аппетитом, но на ноги встал далеко не сразу, слишком отощал и ослаб в заточении. Представители вида, которому принадлежит Джо, живут в среднем около 35 лет. Волонтеры надеются, что спасенный ими бедолага успеет еще почувствовать вкус нормальной жизни. Страшно представить, что без вмешательства сердобольных добровольцев, макак так бы и умер за решеткой, проведя все свои годы в одной и той же старой клетке. Жуткая судьба. Ну а самоотверженному поступку спасателей остается лишь аплодировать. Надеюсь эти люди смогут благодаря своим усилиям изменить ситуацию в стране и спасти еще много животных. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.